всем привет ну в общем у меня вечер 2 сентября не знаю когда выложу это видео но вот я решила сейчас это запечатлеть вот так вот вы выглядят мои покупки в общем вот так вот я себя поздравила с днем рождения сейчас выложу наверно и покажу что я купила быстренько потом уже наверное рассмотрим поближе ну в общем вот так вот получилось вот это мои все покупки купила я одну котлею вот так вот на на лучшее покажу ее это персивали она в общем такая на такую отсвечивает да немножко но в общем она посажена в камне очень тяжелый горшок ну тут я смотрю есть один ростик что это отсюда ну в общем моя персивали она выдала тоже мне бутончики но под дождем они как-то очень быстро в общем не уследила я сгнили поэтому будем ждать следующего года в общем вот такая вот одна котлейка да это я купила смотрю что здесь даже бутончики и это айрангис цитрата мадагаскар 1500 метров в общем быстренько вот так вот пока сниму еще раз повторю 2 сентября посмотрим что когда у меня получится их снять это я купила кто со мной давно знают что я обожаю лаэлии лаэлии ну в общем это лаэлия лонгипес такая малышка классная несчастная лаэлия даяна у меня есть одна но она вообще очень очень плохо растет эту конечно нужно напоить тоже в таком она состоянии но больше кустик чем у меня поэтому уже хорошо это лаэлия глоидиана глоидиана да вроде бы бразилия 1600 метров такой тоже конечно это кстати у одного продавца вот они у него пересушенные такой новый ростик здесь ну вроде бы ничего но я не вижу чтобы она цвела еще поэтому вот так и котлея написано было лаэлия сангуэлоба у меня есть сангуэлоба но почему-то моя пока что не выдала мне цветоносы а тут я так в таком горшочки тоже как я люблю и такая вся брус шамхом тут смотрю еще один чехол думаю ну ладно посмотрим у кого цветы красивее тогда уже оставлю тут бутончики сколько бутончиков у нас то что же она не ловит в общем вроде бы 5 или 6 бутончиков включила с подсветкой так даже лучше видно да у нас уже вечер начало 10 я все ковыряюсь выложила видео поэтому уже смотрит его наслаждаются поэтому здорово всем приятно ним ни одной так пойдем в эту сторону это я купила 4 дендробиума ну да вот такие вот у нас такая вот у нас малышня продается это хибики у меня нету мне нравится малышня это трамтуаняй тоже такой малышок это уникум и это думаю сначала что это одно название я увидела просто что миниатюрное и прицепилась к хозяину я говорю что это не оно в общем начали разбираться и хума хуменантум короче вот такое вот название это уроженец таиланда вьетнама филиппинянсис минмар в 1855 году кстати он был в общем миниатюрная такая очень мне понравились ее бурбочки поэтому вот так вот ну и что еще это у меня один по фиопедилум миниатюрный не ломая язык кому интересно можете прочитать в общем видела я цветение у кого-то на канале мне так понравилось думаю ну день рождение можно себе позволить ну и наконец-то я нашла спросила я у одних из поставщиков кто будет там и вот оказалось что у них есть это целлогина оде арди и и конечно многие хотели бы даже мне вот я написала что оксана матвеева мне писала в инстаграме спрашивала но у них и у нас их нету реально вот они мне кусочек наверное не знаю отодрали от своей или что в общем продали то уроженка борнео 209 900 метров поэтому шикарное конечно цветение у александры на канале конечно шикарная я тоже влюбилась ну вот такое вот растение тут раз два три четыре пять нужно почитать тепловлюбивое растение так понимаю да ну и узнали что у меня день рождения завтра и купили мне фаленопсис потому что я уже приносила парочку фаленопсисов на наше заседание и они решили что мне нужно еще один фаленопсис потому что у нас в принципе выращивать только наверное один мужчина фаленопсис и с ну вот они решили что фаленопсис и и вот они решили что еще я должна в общем очень интересное тоже такое цветение ну в общем бы такое вот название поэтому вот в таком вот состоянии вот такие вот у меня подарки вот сегодня уже 12 сентября прошло 10 дней так вот я хочу начать это видео очень люблю этот кустик цветущий да вот такие вот разноцветные цветочки он у нас называется yesterday today and tomorrow то есть вчера сегодня и завтра очень здорово смотрится так вот они распускаются темно-сиреневыми вот такими вода сиреневые красивый цвет и постепенно они оцветают и превращаются в белые вот не знаю чем ну классно очень красиво смотрится и вот уже пересаженные как я уже сказала прошло 10 дней я конечно немножечко тут играюсь потому что нравится мне разнообразные посадки ну и вот продолжает цветение дендробиум хибики на мой взгляд это очень интересное сочетание цветов потому что вот для меня как для швеи конечно цвета имеют значение да ну в общем конечно оранжевый и розовый я бы никогда вместе не поставила но очень интересно конечно ну и вот посадила я такой вот бонзаевский маленький горшочек мох на дне кара мелкая но это тут для красоты такой пенечек а или малышка чувствует себя неплохо я купила опять же на нашей последней выставке еще удобрения медленного действия и вот везде везде порассыпала пересаживала это персивали она я их сейчас только обрызгала по верху мне кажется что вот следующая лаэлия даяна я ее так посадила в горшочек тоже ну вот мох и кора я сейчас так все сажаю конечно мне кажется уже столько посадок перепробовала ну не знаю это мне очень очень нравится потому что влажность снизу как говорится для корней и корни не переувлажняются потому что крупная кора из того что мог в дырочках там внизу под утро у нас влажность и этот мог набирается влажности конечно ну то есть для меня работает вот я сама посмотрю конечно потом еще видео сначала что я записывала мне кажется что они немножечко немножечко конечно набрали туркар потому что мне кажется что они были совсем высохшие вот это и еще одна лаэлия вот это я ее так посадила не стала уже обрывать но мне кстати пострадала упала я ее покупала такой крючок был но крючок как оказалось был просто вставлен в верхушку и в один прекрасный день просто она крючок остался висеть она бедненькая упала и сломался кончик нового роста ну ничего страшного главное что она жива в общем вот так вот я ее посадила тоже главное что корешки есть посмотрим это что это следующая целлогина одарата адаарди я смотрю что тут такой маленький корешочек прорезался я в такой же системе посадила мог на дне и кора крупная мои все целлогины стоят в какой-то не знаю блюдечки с камушками ну в общем водичка там всегда присутствует как-то мне подсказали для целлогины крестаты и вот так вот я всех их высаживаю и им очень очень нравится но пока что не вижу никаких новых ростиков ну чувствовать себя она прекрасно следующее это котлея бывшая лаэлия сангулоба вот интересно мне будет посмотреть все на фил кросс тоже неплохо себя чувствует единственное что я подсыпал опять же удобрение медленного действия но бутончики мне кажется немножечко так подросли выпрямились в общем начинают раскрываться здорово что еще вот еще красотка айрангисцитрата она конечно болталась 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 как-то так вот отросла уже и я просто единственное что вот я добавила мог по сторонам сверху и снизу и примотала просто ну бутончики вроде бы продолжают расти этот цветонос наверно пострадал когда я его перевозила но ничего страшного это дендробиум юникум я его посадила на такую коряжку на такую коряжку тут кстати что то что то даже просыпается не знаю что это так вот я их посадила там оказалось два кусочка масеньких бедненький бедненький маленький ничего так вот бантиком его завязала и вроде бы растет так забыла я еще малыша дендробиума показать такие корешки у него конечно тоненькие ну так как как пробка такая спрессованная не знаю цвел он не цвел тут вот есть какие-то такие даже не знаю что это ну в общем будем видеть единственное что я загуглила это уроженец таиланда минмар вьетнам филиппинис 1855 год зарегистрирован такой загорелый малыш не помню был он такой на работу так ну и что еще и еще один дробиум трон твой ай такой бедный тоже с поникшей головой но вот я его посадила на один из моих новых для чего остановилась я заметила тут корешок такой зелененький интересно это новые или это старый но главное что зелененький я уже пересадила их пару дней назад чувствует себя неплохо детстве на что он конечно так таком состоянии растет не знаю наверно может быть выпрямиться не знаю ну в общем так что еще что еще ну конечно мой пафиопедилум с которыми я не очень сильно дружу но мне так его захотелось конечно я еще раз пересмотрела видео по уходу за ним и надеюсь что выживет он у меня он кстати я его не пересаживала это посмотрела там на дне кора перлит мух сверху ну в общем вот так будем наблюдать ну а это фаленопсис мой подарок я его пересадила как я пересаживаю сейчас все фаленопсисы тоже в общем все мне так нравится пересаживать мох и кора крупная чувствует себя тоже неплохо и на выставке я конечно на нашей тоже купила я за ним очень долго гоняюсь надеюсь что это он потому что один я уже покупала он расцвел совершенно не этим растением трихоглотис атра пурпурая это конечно красавица и мне очень повезло придавал член нашего клуба на последней выставке нашего клуба видите выставку я выставила это я никак не могу потому что конечно забитые дни полностью то я их собираю 4 часа орхидеи потом я их отвожу на следующий день потом в общем выставка в общем такой экземпляр обалденный мне сказали да ты вот обрежь вот этот вот большой там маленький будет у тебя два растения при нет все я ничего не режу пусть растут все будет у меня одно растение не надо мне два в общем буду наблюдать он сказал что корешки конечно еще не в росте они закупорены ну вот этот вот зелененький такой я сейчас тоже его обрызгала нормально себя чувствует ну наверное получится такое коротенькое видео но я не хочу больше пока что ничего здесь об этом говорить снимать поэтому было интересно что я купила я еще купила кстати на последний из выставок тоже на последней выставке купила 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 котлею три она и там уже там уже такое обыкновенная котлея это интересно всем наверное но сегодня я буду заниматься опять же пересадками у меня есть день поэтому буду заниматься моими катасетумами сниму покажу как они себя чувствуют пока что на этом наверно буду заканчивать всем прекрасно настроение мирного неба над головой всем пока пока своего орхидейного коридорчика пока и до новых встреч а